Всем привет, с вами русский блогер Дамир, и сегодня у нас ТОП 6 самых сложных челленджей в серии игр Five Nights at Freddy's, по моему мнению. Почему ТОП 6, спросите вы? Да потому что я выбрал именно самые сложные челленджи из каждой части и расположил их в порядке возрастания сложности. И прежде чем писать комментарии типа «Этот режим сложнее этого», помните, что этот ТОП является чисто моим мнением. Я все это прошел и, собственно, я могу их расположить, так как вижу это я. Все видео по прохождению абсолютно каждого сложного режима в каждой части ФНАФ вы можете увидеть на моем канале, ссылка на плейлист в описании. А мы погнали. Шестое место. Режим 20-20-20-20 в первой части Five Nights at Freddy's. Когда я составлял тот ТОП, у меня не было сомнений, что именно этот режим будет на последнем месте. Да здесь и поспорить невозможно, ибо тактика по прохождению этого режима невероятно проста. Все, что вам нужно, держать камеру на камере правой двери, чтобы не дать Фредди к вам зайти и одновременно удерживать Фокси. Да, вы правильно поняли, чтобы удерживать Фокси, вам не обязательно палить камеру Фокси, достаточно просто постоянно поднимать монитор с камерами. Таким образом, вам остается лишь чекать двери. А в этом никакой сложности нет. Так ведь? Так ведь? Да. Просто не забывайте чекать камеру каждые три секунды, и режим будет пройден с сохранением неплохого количества энергии. Серьезно, ничего сложного. Пятое место. Nightmare плюс агрессив во ФНАФ 3. Вообще, изначально я хотел поставить его чуток повыше на третье-четвертое место, но потом понял, что нет. Конечно, этот режим будет в разы посложнее, чем в двадцатке, ведь здесь нет определенной тактики. Если во ФНАФ 1 и ФНАФ 2 вам нужно было повторять определенные действия на протяжении всей ночи, здесь это работает немного иначе. Ваши действия будут полностью зависеть от ситуации, ведь Спрингтрап передвигается крайне быстро, и вам нужно на опережение закрывать вентиляцию. Ведь если он зайдет в вентиляцию, а она открыта, вас уже ничто не спасет. К тому же, переключать камеры небезопасно. Фантомы повсюду, а ловить от них скример, скорее всего, будет летально. Спрингтрап мигом прибежит к вам в офис. В некоторые моменты за ним реально тяжело уследить, но все же я считаю, что выше пятого места этот режим поставить нельзя. Есть режимы, и посложнее. Четвертое место. 50 на 20 в Ultimate Custom Night. Не ожидали, да? Думали я его на первое место поставлю? Нет. Нет. Хоть я и потратил на этот режим пять часов, но он не так сложен, как кажется. Да, 50 аниматроников, но они все легко контрятся. А некоторые зависят от рандома. Самым сложным, по сути, является момент покупки Девкоина, когда вам нужно убрать фантайм Фокси и Биштрапа. А дальше вам нужно спокойно сидеть, слушая, что происходит вокруг, и чередовать генератор и шкатулку. И не забывайте про хейтер. Хейтер. Да. Я не знаю, зачем в игре Silent Ventilation. И не забывайте держать Бонни на столе, чтобы Фокси к вам не пришел. Да, это сложно и напряженно порой, но в основном лишь сплошной РНГ, поэтому заслуживает лишь четвертое место. Третье место. Голден Фредди во ФНАФ 2. Этот режим сложен и очень напряженный. На протяжении всей ночи, которая длится 7 минут, вам нужно действовать и стараться попадать в нужный тайминг, чтобы вас не убил Фокси. Также этот челлендж требует от игрока хорошей реакции, ведь вам всегда нужно надевать маску максимально быстро, чтобы не получить по лицу от старых аниматроников и той Фредди. И, конечно же, РНГ, значение которого я так ненавижу в сложных режимах ФНАФ. Во многом шанс прохождения ночи зависит от частоты появления той Бонни, а также Чики и ББ в самый ненужный момент. Тем не менее, считаю этот режим в разы напряженнее и сложнее, чем 50 на 20. Поэтому заслужено третье место. Второе место. Голден Фредди Верри Хард во Файнер Средди Систер Локэйшн. Пожалуй, этот режим мой любимый из всех перечисленных в этом топе. Он очень сложен и зависит не столько от рандома, сколько от вашего скилла. До рандома, как по мне, он вообще не зависит, так что всё именно в ваших руках, чтобы пройти этот режим. Вам нужно внимательно слушать, что происходит вокруг. Музыка Баллоры, направление движения Фантайм Фредди, топ от Бидебаб по вентиляции. И при этом всегда следить за Боннет и Эндо. А для того, чтобы законтрить этот эндоскелет, что забирает весь кислород, нужна хорошая реакция. Иначе вы получите Блайнд Мод. И не забывайте, что есть мини-арены и электробаб, от которых вы должны избавиться как можно быстрее. Я считаю, что этот режим заслуженно находится на втором месте. А возможно, был бы и на первом, если бы не режим, который всё же больше, по моему мнению, заслужил это место. И я подумал, что нужно ввести экстра место. Потому что мы имеем Blacklisted, Five Nights at Freddy's 6, или же Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Чтобы получить эту концовку, вам нужно набрать риск больше 50. А для этого вам нужно покупать предметы с риском, что приведёт к тому, что уже ко второй или третьей ночи, точнее, дню, вы будете играть против всех четырёх аниматроников. И шанс получения этой концовки сильно зависит от рандома, ведь вам должно повезти с количеством предметов с риском. Иначе такое высокое значение вы не наберёте. Почему я не ввёл его просто в топ? Потому что это даже не совсем режим, а больше путь прохождения игры. Но тем не менее, это самая сложная концовка в игре. А в этом топе моей целью было собрать самые сложные челленджи в каждой части и распродолжить их в порядке возрастания сложности. И нет, это не значит, что Blacklisted сложнее ранее перечисленных режимов. Просто я должен был добавить его в топ, однако выделять какое-либо определённое место я не мог. И первое место. Блайнд мод, плюс Инстафокси, плюс Мэтт Фредди, 5 Наста Фредди с 4. Не, ну тут мне нечего сказать, этот режим просто полный пиздец. Уж сколько времени я потратил на то, чтобы пройти эту р***ю. Ты не видишь ничего, нужно полагаться только на слух. В твоём шкафу уже сидит Фокси, а Фреддики появляются крайне быстро. А этот кошмар порой такой, Рафлан, что своим смехом дистрактит по максимуму. И хрен поймёшь, где он. В коридоре, на кровати или в шкафу. Кроме всего этого, режим крайне напряжённый. Потому что сам участие считаю самой страшной. Серьёзно. Тебе нужно слушать всё, что происходит вокруг по максимуму. Каждый шаг. И тут ты резко ловишь громкий скример. Ууу. Сложный и напряжённый челлендж. А точнее, три челленджа в одном. Слепой бешеный инста-пи***ц. На первом месте нашего топа. Вот и всё. Это был топ самых сложных челленджей во ФНАФ, по моему мнению. Чек и прохождение этих режимов в плейлисте, ссылку на который я оставлю в описании. Прочекай, прочекай. А с вами был русский блогер Зедамир. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok